ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как настроение? Отличное. Бодрое? Бодрое, да. Как начинается утро? Утро, ну, как всегда, с зарядки, с кофе. С тренировки, да? С тренировочкой, да, с небольшой. Зарахан, мы сегодня хотели поговорить про вашу деятельность. Вы сказали, утро начинается с тренировки. Расскажите, с чего начался ваш спортивный путь? Ну, с самого начала это фитнес-тренажерный зал, естественно. Начала для себя заниматься, потом поняла, что я все-таки всю жизнь люблю спорт и хочу связать свою дальнейшую жизнь со спортом. И закончила курсы тренера, я начала преподавать в тренажерном зале, вести фитнес. Ну, естественно, хотела попробовать себя в боевых видах спорта. То есть, или бокс, или борьба. Ну, борьбу я особо не любила, честно говоря, бокс был как-то ближе. И потом посоветовали, сказали, что есть такой вид спорта, как ММА. И посоветовали тренером. Ну, естественно, пришла, попробовала первое занятие, понравилось и решила остаться. Расскажите, участвовали ли в каких-то соревнованиях? Вот ваши награды, вот расскажите об этом поподробнее. В соревнованиях, да, участвовала, конечно, ну, сейчас не участвую, к сожалению. Это был и грейплинг, борьба, и панкратион, это ударка и борьба в стойке. И, естественно, завоевала титулы, чемпионка ЮФО по панкратиону, призовые места в грейплинге. Ну, и бои круга, это мои самые первые соревнования, самый первый опыт. Вы попробовали себя во многих, скажем так, силовых видах спорта, также смешанных единоборствах. Что вам ближе всего по душе, что вам больше всего нравится? ММА. ММА? Да, потому что здесь можно проявить себя во всех планах. То есть и в ударке, и в борьбе, это приемы разные. И можно показать свою силу. ММА – это смешанное единоборство. Стоит ли, не стоит путать с боями без правил, либо это все взаимозаменяемые названия? Нет, бои без правил – это ошибочное мнение, скажем так. Потому что многие думают, ММА – это бои без правил, то есть там можно и ногами добивать, но такого, естественно, нет. Там есть свои правила. У нас единственный удар ногой в ММА – это в стойке, хай-кик называется. Все, что касается вот на полу, это только борьба, ну или добивание руками. Все. Естественно, у нас есть трефери, у нас есть судьи, которые в любой момент могут остановить бой. Но в отличие от бокса, можно добивать противника, лежащего на полу, если добиваешь согласно правилам. Правилам, да, конечно. Есть ли у вас какое-то спортивное кредо? Ну, это все сделать для победы и всегда стремиться побеждать и развиваться, и не пропускать тренировки. Вот. А какие положительные и отрицательные стороны вашей деятельности? Ну, отрицательные стороны, наверное, первое – это то, что можно получить от противника. Получить, да, конечно, можно, то есть тут и травмы иногда, конечно, бывают. Но сказать, что еще какие-то отрицательные стороны такого не было, ну, нет, я не знаю. Положительные стороны – это ты всегда в хорошей форме, первое. Второе – ты развиваешься, то есть как и в физическом плане, так и ты развиваешь силу духа. У тебя становится сильнее характер. И ты уже в дальнейшем, ты не боишься ударов. Ты уже стоишь и воспринимаешь все достойно. На чем работаете сегодня? Может, готовитесь к каким-то соревнованиям, готовите своих учеников? Нет, к соревнованиям я уже не готовлюсь, и учеников тоже не готовлю к соревнованиям. Мы готовим девочек, скажем так, они занимаются для самообороны. Для себя, то есть? Да, для себя мы ставим удар, то есть, чтобы в любой момент девчонки могли постоять за себя. А часто ли бывает такое, что человек приходит и хочет заниматься для себя, неважно, это единоборство, либо же это, может, обычный фитнес, и приходит с таким настроем, что вот, я немножко позанимаюсь, приведу себя в форму, либо же, вот как вы сказали, немножко позанимаюсь для самообороны, но в итоге им становится интересно, и они хотят продвигаться вот в этом направлении, может, вот как вы, пойти дальше в спорт? Ну, есть такие девочки, которые приходят, добиваются каких-то результатов, то есть только начинаются там какие-то удары получаться, и там худеют, естественно, расслабляются и забрасывают тренировки. Но для того, чтобы развиваться и постоянно держать себя в форме, надо постоянно этим заниматься. Такого не бывает, что мы чему-то научились, там только начало у нас получаться, и мы забросили тренировки, естественно, мы это забываем, не забывают только опытные спортсмены. Ну, и девчонки, которые хотят к соревнованиям готовиться, ну, это же образ жизни, спорт, и не каждый готов этим заниматься постоянно. Многие хотят так вот, чуть-чуть позанимались, достигли каких-то результатов, и все на этом. То есть не получится так, выделять там часик-два на спорт, и при этом добиться высот в спорте. Нужно посвятить, ну, не посвятить этому свою жизнь, но посвятить этому значительную часть своего времени. Да, конечно. То есть спортом надо желательно один-два часа, ну, это если только в день заниматься. То есть если там час-два часа в неделю, ну, этого недостаточно в любом случае. А за сколько можно добиться вот хороших результатов? А это по-разному, потому что многие люди схватывают, да, по-разному. Кто-то быстро схватывает, кто-то нет. Если, допустим, я пришла в ММА уже физически сильная, подготовленная, то есть мне осталось только там научиться каких-то навыков приемов и поставить удар. Но многие же приходят слабые девчонки, которые спортом даже еще никогда не занимались, тот же фитнес. Естественно, наша задача развивать пока тело, становиться сильнее. А приходилось ли вам использовать свои навыки в жизни, вот использовать самооборону? Нет, к счастью, нет, потому что я человек неконфликтный и всегда удавалось сглаживать все на словах. Ну, если что, всегда... Да, да, кулаки всегда наготове. Также наши телезрители, я думаю, они вас узнали, потому что вы как-то ввели нашу рубрику, которая называется «Саглогом, байлогом». Как проходили съемки? Да, как проходили съемки, как ваши впечатления? Ну, съемки проходили отлично. То есть единственное, первый раз я, конечно, волновалась, думала, что у меня, ну, может, не получится. Вот, ну, на самом деле, зря только волновалась, мне все нравится, съемки отличные, команда тоже отличная. Да, вот сейчас на экране фрагменты этой рубрики. И сложно ли было выбирать упражнение для рубрики? Потому что нужно ведь наверняка... Да, наверняка нужно учитывать то, что нас смотрят люди, ну, не всегда спортсмены, которым нужна обычная зарядка с утра. Ну, выбирать упражнение несложно, потому что я старалась, ну, каждую зарядку давать разную. То есть какая-то зарядка у нас была более интенсивная для спортивных людей, какая-то зарядка у нас была, там, для тех, кто не занимается спортом, ну, для тех людей, у которых есть какие-то противопоказания, скажем. Поэтому те, кто следил за нашей зарядкой, кто смотрит вашу передачу, я думаю, они уже для себя знают, что им можно делать, что им нельзя делать. Да, мы смотрим, я думаю, что это не первая съемка, потому что вы себя тут очень даже уверенно ведете. Думаю, у вас очень хорошо получилось. Ну, это одна из последних вот наших съемок, конечно. Ну, если верить девчонкам, а я им верю, мне сказали, что вот даже для первых, два раза, самая первая съемка, я провела ее достойно, скажем так, у меня все получилось. Расскажите о дальнейших планах. О дальнейших планах, ну, может быть, еще где-то поучаствовать в каких-то соревнованиях, то есть надо войти в форму, потому что я в последнее время чуть-чуть расслабилась. Ну, и, естественно, есть какие-то мечты, мечты, цели, которых я хочу еще достигнуть, но об этом я промолчу. А переход, возможно, там в другой вид спорта о таком не думаете? Попробовать что-то новое? Думаю. Думаю, так как я занимаюсь в тренажерном зале, я бы хотела, конечно, попробовать себя проявить в пауэрлифтинге. И вот сейчас ищу тренера для того, чтобы заниматься, потому что такого опыта у меня нет. Вот как позволить тебе не расслабляться? То есть как мотивировать себя? Есть какие-то рекомендации? Ну, мотивировать себя, это, наверное, скажем так, в голове перезагрузиться, начать со здорового питания и все-таки пойти в любой зал, купить абонемент на любой вид спорта, так как спорт нас еще дисциплинирует. И те, которые постоянно это откладывают на потом, но не могут так и не дойти. Просто надо целенаправленно встать, прийти в зал и начинать заниматься. То есть и тогда все станут более дисциплинированными. И я думаю, всем любой вид спорта зайдет. То есть помимо тренировок мы оттачиваем еще свои какие-то качества характера, да? Конечно, без этого никак. Сила воли должна быть у всех. То есть у кого-то она слабая, у кого-то сильная. Ну, я думаю, это все исправимо. Насколько важно, приходя в тренажерный зал, заниматься с тренером, а не самостоятельно? В первую очередь это наше здоровье. Потому что многие, конечно, смотрят сейчас в интернете много разных тренеров, много разных техник. А как правильно делать, никто не знает. И, естественно, задача любого тренера убедить новичков в том, что, ну, хотя бы месяц-два им надо заниматься обязательно с тренером. Потому что то, что мы порой видим в интернете, даже взять те же приседания, любая техника, не всем подходит. И не всем можно приседать. И, к сожалению, об этом не все знают. Поэтому задача любого начинающего спортсмена прийти в зал и заниматься с тренером, проконсультироваться. Действительно. Очень много знакомых, которые приходят в тренажерный зал, они черпают свои знания исключительно из Ютуба, из интернета. И уже на протяжении многих лет все ходят, все занимаются, но они уже считают себя более-менее опытными. И поэтому тренируются сами. И что можно заметить, действительно, люди, которые несколько лет, хотя бы там даже до года занимаются с тренером, они добиваются большего результата, нежели люди, которые годами ходят, занимаются самостоятельно. Где-то там что-то, какую-то программу нашли сами, самостоятельно его меняют. Есть такое. Ну, тренер всегда держит своих спортсменов в кулаке. Он им не дает расслабиться. И самое, наверное, главное, это то, что многие приходят, и особенно мужчины, парни, начинают поднимать большие веса. И любой грамотный тренер его вовремя остановит и скажет, нет, давай мы с тобой большие веса отложим на потом, а сейчас пока будем оттачивать технику. То есть гонка за весами – это последнее то, что нужно делать? Это последнее, и это для опытных спортсменов, у которых уже есть техника. Придерживаетесь ли какой-то диеты во время тренировок? Да, конечно, это здоровое питание. То есть никакого сахара, никаких мучных изделий. Тогда мы будем себя и чувствовать намного лучше, естественно, и фигура будет красивая. То есть вообще сахара на нет? Либо же можно там иногда чай добавить? Подсластители какие-то. То есть сахар мы можем заменить те же фрукты, сухофрукты. И в принципе этого достаточно. Вот, кстати, вот насчет красивой фигуры. Скажите, пожалуйста, какие продукты нужно больше употреблять, чтобы быть в форме всегда? Ну, это сложные углеводы каши, это белок, конечно, и овощи. Овощи, фрукты. И самое главное, надо каждый день пить воду. То есть до двух литров. Это тоже все индивидуально, но обязательно мы пьем чистую воду. И нужно уточнить, что именно воду, а не чай, либо же другие напитки. Именно воду, да. Чай и кофе у нас не считаются, потому что для жизнедеятельности организма он должен получать воду в чистом виде. За такую интересную беседу мы желаем вам дальнейших, больших успехов. Какие пожелания будут нашим телезрителям? Ну, телезрителям ставьте всегда для себя цели и добивайтесь их. То есть добиваемся одних целей, сразу же ставим другие, никогда не стоим на месте и двигаемся только вперед. Спасибо за практичные советы, за мотивацию с утра. Она нам действительно нужна. Будем ждать вас уже в наших рубриках. Спасибо.